Можете себе представить, что такое 20 километров? Оттуда прямо видно, как отсасывают плоскоземельщики. Возможно, они там прямо и отсасывают. Всем привет, с вами подкаст Суровый Веб Проект Веб Дизайн на часах 1 июля 2021 года, выпуск номер 246 и 4 часа дня. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов, и сегодня у нас непростой выпуск. Во-первых, он непростой, потому что мы давно уже не записывали. Потому что это начало седьмого сезона. Начало седьмого сезона, да. Он как бы пилот у нас, поэтому по нему будут судить нас, как мы вообще в седьмом сезоне. Но понимаешь, я уже вижу как, потому что наш выпуск полностью, полностью про одну компанию. Новости одной компании у нас. Да, да, у нас сегодня Apple Special, чуваки, чтобы вы знали. Apple — это такая компания из Купертина, технологическая. Я бы сказал корпорация. Вот этим грязным словом. Мы, по-моему, в мае, что ли, был предыдущий выпуск. И вот с мая я копил, такой, ага, сейчас у нас будут, короче, слухи про DubDubDC. Потом такой, так, у нас тут Apple Music новую представили. Вот будут слухи про DubDubDC и Apple Music. Потом уже DubDubDC прошло в начале июня. Так, ну короче, вот итоги DubDubDC, Apple Music. Слухи как бы уже вот нет. И сейчас уже у нас итоги DubDubDC, новые слухи про железки и Apple Music. Да. Я, прочитав все темки, ну, в смысле, свои, по крайней мере. Знаешь, честно тебе скажу, хочется, чтобы все эти устройства, которых я прочитал, были у меня вот на столе лежали. Вот хочется. То есть, значит, когда у тебя просто один там телефон, это еще не инфраструктура. А вот когда у тебя и MacBook, и iPad, и часы, и, значит, телефоны различные, желательно несколько, то это приобретает совершенно другой какой-то уровень. Ну, согласен. Просто, видишь, ты еще Apple TV даже не перечислил. И самое главное, это Apple TV. И свитчеподобную хуйню, про которую у нас там тоже дальше должно быть. Но я не читал эту темку, поэтому, может быть, там... Ну, ты не спойлер. Ты не спойлер. А, ну ладно, ладно, хорошо. Давай. Ты, наверное, очень сильно подготовлен. Я, как всегда, не очень. Поэтому будем... Ты меня будешь поправлять, доправлять. Тупо не вникал по тебе. Или как там бывает? Чего ты не вникал? Бля, не помню. Да, короче, напоминаю всем, кто слушает этот подкаст, можете писать нам на worksobaka.ru и предлагать какие-то свои темы, может быть, предлагать свои какие-нибудь рекламы, что угодно. Хотя бы, да, предлагать предложения. Там мы вникаем прям хорошо. Там мы очень сильно... Кстати, у меня там где-то 4 неотвеченных предложения об интеграциях. Ну, вот так мы и вникаем. А я просто боюсь уже. У нас мы настолько... Седьмой сезон затянулся, его начало, что я не хочу просто ничего обещать. То есть здесь исключительно в этом дело. Вот мы сейчас... Если вот этот выпук выйдет, дай бог, и еще следующий выйдет в каком-то обозримом, тогда я на них отвечу со словами «Да, мы в строю и что-то будем как-то». Ну, правильно. Вот. Так, кратко. WWDC прошел там 6-9 июня, и WWDC — это всегда софтовый ивент. То есть нам рассказывают о том, что новые прошивочки будут вот такие-то. Соответственно, iOS, iPadOS, macOS, tvOS и прочие OSы. А почему тогда у нас есть хардовые темы вообще в подкасте? Я что-то не очень понял. Ну, потому что там тоже это обсуждают. И вот потому что это слухи. Я же говорю, будет WWDC, слухи и Apple Music. Вот хардовые — это в основном новые слухи. Ну и опять же, там же сам понимаешь, когда препарируют коды беток, там сразу находят упоминание нового харда, хардвара. Ну, типа там в новой iOS упоминание, что будет там датчик длины там чего-нибудь в айфоне. Если такие, ааа, значит, в новом айфоне будет датчик длины чего-нибудь. То есть вот такая простая зависимость. Из нее рождаются хардовые слухи в том числе. Начнем с самого, наверное, распространенной ОС Эпплова — это iOS 15. Да, iOS 15 — это была моя темка. Значит, она, я так понимаю, будет когда? Все будет в сентябре примерно. Ну, бетки, как обычно, уже в июле. Может быть, уже кто-то себе скачал. Я перестал этим заниматься. Ну, по крайней мере, у них в гайде здесь есть пункт. Как скачать. Как скачать. Видите, если вы разраб, превью бета качайте. Как обычно, можно купить на рутрекере, ой, на ресурсах разных. Это мне друг рассказывал, я запомнил случайно. Да-да-да. И, соответственно, попробовать, но я вот не хочу. Я тоже не хочу, но мы с тобой пооблизываемся тогда. Давай. Во-первых, изменилось в iOS 15 что? Во-первых, изменился внешний вид уведомлений. Они стали какие-то округлые такие, как сосисочки. И вообще они стали выглядеть как-то просто более, ну, что ли, более, что ли, как-то вот современно. Это более информативно, насколько я понял. То есть сейчас уведомления — это иконка апки и какой-то там текст. А здесь они более развернуты. Если мы, видимо, ну, судя по тому, что я тоже мельком смотрел, допустим, уведомления с Reddit'а сразу тебе показывают превьюшечку картинки, чтобы ты такой, ага, я точно уже хочу нажать. То есть, видимо, как-то от этого вовлечения сильно улучшается, поэтому вот. Видимо, да. Поэтому они изменили. Причем это так первым пунктом прям указано, что уведомления. Я, кстати, вам, забегая вперед, скажу, что у нас еще будет тема про iPadOS. И там многие темы будут повторять, собственно, iOS 15. Ну, это логично, потому что функционал сделали примерно на то и на то. Вот, например, фокус. Темка фокуса. Она в iOS тоже добавлена и в WatchOS. То есть это у нас фокус, он везде сейчас будет у нас. Тонкой ники красной проходить. Да, Apple, видимо, настроились немножко на людей, которые все-таки хотят работать или хотят, я не знаю, спать хотя бы нормально. И, соответственно, сделали им такие некоторые режимы, которые можно выбрать. Самому, я так понимаю, создать тоже можно. И у тебя там, допустим, режим будет работа. И вот когда у тебя режим работа включен на телефоне, допустим, тебе не могут позвонить. Или, допустим, не приходят уведомления. Или, допустим, приходят уведомления только от конкретных каких-нибудь приложений. Или еще что-нибудь. Короче, можно же придумать вообще много всего. Когда ты спишь, когда ты спишь, можно, ну, что сделать? Ну, допустим, что-то срочное только включить, только звонки. Хотя у нас был не беспокоить, но можно как-то придумать, покастомить. Можно только звонки от избранных, например, включить. Было бы прикольно. Вообще было бы прикольно, если бы были списки контактов. И условно, там, если тебе на Авито сим-карту звонят, то вот чтобы пропускать. Потому что, ну, надо сразу будет подорваться, там, встретиться, продать, что-нибудь купить. Конечно. А если это мама звонит, то, не, я сплю. Все правильно. Ничего. Я работаю. Работаю. Далее, Spotlight, так называемый, то есть вот этот поисковик внутри операционной системы, он более стал, опять же, информативным, как и уведомления. Он стал, короче, таким, ну, реально, как уже поисковик прям. Как будто вот поисковая выдача. То есть ты набираешь что-то, тебе там среди фоточек ищет, среди каких-то контактов показывает превьюшечки. В общем, улучшили поиск в операционке. FaceTime. С FaceTime там в основном со звуком они поигрались, потому что здесь написано, что вы прям будете слышать вот так, вот как будто этот чел у вас, не то чтобы, он вот как будто вот он. Вот он сейчас говорит, и вы его так слышите в FaceTime. Он звонит. Пространственное аудио. Очень. Называем. Да, да. Там будет такое пространственное вообще досвидос, короче. FaceTime. На самом деле, ты вот пользуешься FaceTime? Именно видео? Да. Ну, знаешь, раз там в два месяца. То есть у тебя бывает. Бывает. А аудио вообще часто пользуешься? Ну, вообще, вот ты меня сейчас спросил, я помню, что вот, например, с батей я всегда по FaceTime созванивался, потому что там просто качество звука лучше, чем по обычным мобильным звонкам. Но потом я вот понимаю, сейчас себя ловлю на мысль, что я уже несколько месяцев как забил на эту привычку, поэтому не, FaceTime уже миллиард лет. Созваниваться с батей? Созваниваться с ним именно по FaceTime, я просто звоню на сотовый и все. Это, кстати, странно, реально, ты сейчас мне сказал, мне аж стыдно сказал. Я вот, я-то помню, что вы по FaceTime звоните, но, понимаете, FaceTime это такая штука, как и iMessages. То есть у вашего, как бы, собеседника должен быть тоже телефон нормальный, соответственно, чтобы это использовать. Вот, а это уже более проблематично, найти всех с нормальными телефонами, в общем, с бабушкой с какой-нибудь созвониться, у нее вряд ли будет айфон, тем более новый. То есть бабушку не послушать вот так, прям, как вот здесь написано, прям, чтобы как на руке она у тебя была. Ну ладно, хорошо. Что еще? SharePlay. Это, опять же, все, включая FaceTime, это все FaceTime включает SharePlay. Теперь можно, пока вы созваниваетесь, слушать музыку, смотреть какие-нибудь чуть ли не видосы. С Apple TV приложения можно вместе смотреть, типа, сериал, да. Да, то есть вообще досвидос, что можно сделать, можно прям вместе сидеть, типа, как бы, знаешь, в ковидной такой обстановочке, все дома у себя и смотрят какой-нибудь сериальчик. Прикольно? Прикольно. Как в Дискорде? В Дискорде же примерно так же, чуваки вместе смотрят сериалы. Ну вот. А я, кстати, ни разу не пробовал, поэтому я даже не знаю, как там это реализовано. Есть ли там морды так же, как FaceTime? Мне банал рассказывал, я не знаю, они с мордами это или нет, но они анимехи смотрят по Дискорду с Костиком. Ну хорошо, молодцы. Вася, с чем я их как разравляю, да. Интересно, у них как звук там? Объемный, нет? Пространственный? Не знаю. Еще добавились ссылки на FaceTime конференции, то есть можно просто кинуть ссылочку куда-нибудь, опять же, в сообщения, и оттуда прям, если человек перейдет, он подключится к вашей FaceTime конференции. Что еще в этой iOS 15? Фоточки немножко улучшили там, причем, знаешь, в плане того, что вот это вот, знаешь, презентации, которые сами создаются в фоточках под другую музыку. Я, кстати, их люблю, если честно. Я тоже. Они иногда прикольно их делают. И я каждый раз пугаюсь, что там реально там, как растет ваш ребенок. Да. И там он узнает, ну типа взрослее. Я, может, он по датам, конечно, ориентируется. Или там ваши пушистые друзья. И он именно котов тоже отличает там от детей. Ну то есть, сука, там уже умные какие-то алгоритмы, они прям понимают по фоткам, что происходит. Там немножко уже, да, роботы нас захватывают. И они еще выдают это тебе вот нам. Я-то все понимаю уже про тебя. И вот здесь, короче, улучшили еще это понимание, на самом деле. И вместе со другими музыками будет все очень в такт попадать. Можно будет все изменять в приложении Photos. И можно будет делиться, как и сейчас тоже, можно делиться этими своими вот презентажками из фоточек под музыку. Короче, небольшое такое улучшение. Карты. Те самые Apple Maps, которые когда-то были мемом, немножко даже что-то там с ними делают и улучшают. Сделали 3D режим в картах. И можно уже... В смысле панорама именно. Или что? Просто панораму я тоже же вижу. И панораму, видимо, и 3D режим, насколько я понял. Вот, то есть, на первой картиночке мы видим, видишь, немножко изометрию такую. Да, да, да. Да, вот. И как бы вот такой панорамный еще режим, да. Опять же, это только в городах работает, причем в больших городах. Большие города, да. Вот в них. Потому что в Челябинске, если ты включишь 3D... Ну, там тоже чуть-чуть как бы смещается, я включал. Там смещается, да? Но 3D-шностью, конечно, это не назвать. Но в Москве наверняка уже нормально. Там смещается, скорее всего, да. Что еще? В кошелек можно добавлять какие-то, я не понял, еще какие-то дополнительные свои прикольчики. Тут даже написано, что можно с помощью кошелька открывать тачку, заводить ее. Но это, видимо, если у вас, там, понимаете, Тесла какая-нибудь. Короче, с помощью кошелька можно всякое разное. То, что вот вы с собой носите обычно, опять же, в сумочке, в кошельке. Можно это добавлять в Apple Wallet. Safari. По Safari я даже не помню, что там. Там какие-то маленькие изменения. Бакмаксы, практически. Извинения, в скобочках, completely new design Safari. А, серьезно? А почему они скрин не сделали? Не знаю, но это в macOS то же самое. Там группировки, блядь. Группировать вкладки можно теперь. По всяким этим. Свайпаться и так далее. Я думаю, что в iPadOS будет скрин. Ну, потому что если они и там этого не сделали, то это странно. И, соответственно, я просто по-быстрому скролирую. Да, в iPadOS есть. Есть, что там видно, что вкладочки, они на той же строке, где именно URL строка. То есть они не как бутербродом. Строка сначала URL, потом строка вкладки, потом строка закладки. И у тебя, как в том меме про интернет-эксплорер, большая часть экрана – это именно бары всякие. И только потом внизу сайт. А тут нет, тут они все это в одну строку сделали, и по ней там навигация прикольная. Достаточно неплохо. Но да, почему они в iOS не сделали скрин, это непонятно. Ну да, а то вот я даже как-то в замешательстве. Сообщения. В сообщениях, я так понимаю, тоже там стало можно делиться всяким разным. Хотя там вроде и так можно было делиться. Но теперь можно делиться и какими-то музыками от контактов. И можно смотреть, это короче, как-то что-то, какая-то такая жизнь будет. Вот. Вроде бы прикольно, но это опять же надо инфраструктуру. И желательно, чтобы у твоего кореша тоже была инфраструктура. Как минимум, желательно Apple Music. Потому что вот если мы сейчас вернемся к фотос, то он смотрит по фоткам в те дни, какую ты музыку в Apple Music слушал, и ее подсовывает. И как бы что саундтрек того дня там тебе. То есть он прям... Вот именно, как и в любой день. И у тебя там котики бегут и... Ну, тем больше можно будет поделиться, поржать. Конечно. Они для этого, наверное, это и делают. Возможно. Тим Кук сам, возможно, так сделал и поржал до свиного носа. Дальше. Погода приложения. Ну, просто улучшение погоды. Кстати говоря, если вы замечали, может быть, кто-то живет в Америке и слушает нас в данную секунду, то в Америке более полные данные, например, чем в России. Даже если открывать большие... Большие! Допустим, в Москве, если ты откроешь погоду, и откроешь погоду, например, на Аляске, даже на замоханной на какой-то, да? Я просто иногда свайпаю в Fairbanks. У меня как бы он все еще подключен. И в Fairbanks там все показывают. То есть там, короче, какие-то прям лучи, бета-гамма, какое-то еще как происходит. Я знаю, иногда показывают, или это не в этой апке, типа виды города. Нет, это Yahoo Weather есть такое приложение. Там в больших городах показывают фоточки с фликера из этого города. Вот. А тут как бы показывают, знаешь, какое-то загрязнение атомное уже, короче. Это все в Америке. А в России... Но у нас УФ-индекс есть. Ну вот есть УФ-индекс. Ну что-то там, короче, я еще что-то видел. И постоянно еще пишут, типа там, знаешь, чрезвычайная ситуация, всякое такое. Это все есть в американских. Но в России у нас тут все нормально. У нас без чрезвычайных. У нас просто нет чрезвычайных ситуаций, поэтому все нормально. Правильно. Что еще? Здоровье. Здоровье наше любимое. Здесь, в здоровье, в этом приложении, по-моему, можно... Можно делиться с опекунами, да, с опекунами со своими делиться. Можно делиться со всякими... А с опекуреями. С опекуреями, с корешами. Со всем кем угодно. Допустим, у тебя сегодня было, говорим, давление ты отослал. Вот. И все такие, блин, ни хрена у него давление. Можно добавлять теперь в приложение здоровья там данные свои по COVID-19. Там иммунации. Иммунация. Иммунизации. Вот. То есть, как ты проявился, как ты не проявился, сколько у тебя антител. Все это можно записывать туда. QR-коды можно туда захреначивать, чтобы проходить, опять же, в KFC куда-нибудь в Москве. Так что, да, здоровье улучшается. Сейчас здоровье вообще приложение, мне кажется, одно из самых таких востребованных. Я подзахаживаю туда, иногда смотрю всякое. Ну, у меня просто из-за того, что есть Apple Watch, туда прям достаточно много инфы попадает. Ну, да. И поэтому мне интересно. Есть смысл. Есть смысл подзахаживать. Find My. Ну, там всякие интеграции с AirTag'ами. В принципе, всякое такое. Можно это опустить. Заметочки. Заметочки. Тоже там изменились чуть-чуть. Это будет дальше уже. Мне кажется, заметки изменились покруче в каких-то других. Тут в iOS-инке просто, ну, можно всякие разные делать. В Макосте добавили Quick Notes. Именно такие, как стикерные. Да, в iPad'е тоже. Да, 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 да. Так. Ну, всякие напоминания, Siri. Я, если честно, не впечатлен. Как бы тут все круто. Потому что по нашему мему, как же я люблю US-only штуки от Apple. Вот, да. Что ими впечатляться, если она русский и не понимает. К сожалению. Да, к сожалению, очень много. Очень много US-only штук. Особенно все, что касается вообще всяких там Apple News'ов, Apple TV, вот этого всего. Это прям аж страшно это говорить. Ну, вообще Apple Music у нас неплох. Есть даже всякие подборки, типа русский шансон там и так далее. Советские песни. То есть они... У них, видимо, есть какой-то Apple Music Russia. Офис. И там сидят специалисты, которые там отбирают... Специалисты шансонов. Хорошо, посмотрели iOS 15. Это что на телефончике будет? Блин, ты мне продал. Я хочу теперь бету поставить. Конечно. Из-за того, чтобы погоду полную смотреть. И 3D. Купертинов. Да. Вот. Теперь быстренько на iPad'ике пройдемся. У меня один коммент по поводу фокуса. Изначально, исторически, если мы вспомним, был только Do Not Disturb. Потом добавили режим спанья. И он... Режим спанья тоже крутой. То есть если мы в Do Not Disturb открываем, все равно уведомления чуть-чуть видны. Просто он не брякает, телефон. То в режиме спанья они даже не видны. У тебя просто там черный экран. Типа спите. Там вот такая надпись какая-то. Я не помню, какая имя. И на часах тоже режим спанья. Он именно выключает экран, даже если включен Always On. И если ты по нему именно пальчиком тыкаешь, то там супер-супер тускло, огромные просто цифры. Типа там 0.6.15. Ты такой, глядь, 6 утра, все еще сплю дальше. А тут они решили усугубить, что ну реально Do Not Disturb и режим сон это не гибко. А вот если бы можно было добавлять там работа или там вторая работа. Ну там на одной работе ты можешь... Любовница жена. Да, да. Ты можешь себе позволить читать сообщения, а другой не можешь. Вот эти все штуки, там тренировка. Это реально круто. Это прям кайф. Мне понравилось. Да, мне тоже понравилось. Ну видимо не зря это одна из первых фич. Которая здесь... Да, да. Пойдем к iPadOS 15. В iPadOS 15 что есть? Во-первых, здесь очень переработан... И даже не то, что переработан, он в принципе сделан нормально, как я понимаю. Вот этот вот многозадачная панелечка. То есть теперь всякие вот... Когда ты открываешь многозадачность, то есть открываешь там, где у тебя все приложеньки открыты, в памяти, они у тебя там что-то появляются снизу, сверху, сбоку. Там можно как-то это все перетаскивать, что-то как-то жить. Хочется, чтобы лежали перед собой по тебе. Потому что я иногда у бати беру iPad. Во-первых, у него iPad типа 17 или 18 года Pro. И он все еще идеально работает. У него уже 120 Гц. Это первый iPad, который был Pro со 120 Гц. И он просто идеально работает. И там реально я случайно задеваю край экрана, у меня ху-почта там какая-то вылазит, что-то это... То есть там жить надо в нем. И это прикольно. Хочется, чтобы лежал. Да, конечно, конечно. Кроме этого, на этом iPad можно, ну, естественно, разделять по-разному экран. То есть там делить на два его сплитом. Можно, короче, прям... То есть все удобно. Это уже полноценный компьютер, я бы сказал. Это практически MacBook. Вот, только iPad. По нам с тобой все равно репозитория 1. Там просто команды на билд разные. Билд iOS, билд iPadOS и билд macOS. Конечно, конечно. Репозитория 1. Выглядит, как все из одной бочки, да. Еще переработали хоумскрин. То есть теперь добавили так называемые виджеты наконец-то в iPad. Можно делать всякие разные там календарики, погоды и часы. Вообще это странно, что их не было. На iOS это они давно есть. Да, ну, iOS просто как бы более нужная штука. Денег там больше, видимо, приходит. Да, похоже на то. Ну вот. Тут еще всякие мелочи. Мы не будем останавливаться. Поиск также переделали, как я и сказал. Фокус тоже здесь есть. На iPad. То есть и на iPad тоже можно любовницу, жену, работа, вторая работа сделать. Слава богу. Синхронизировать главное, что между iPad и телефоном. А то, знаешь, прикинь, у тебя на телефон не пришло, что любовница звонит, а на iPad пришло. И что делать будешь? Вот именно. Было бы тупо. Что еще? Ну, также уведомления переделали. На такое суде же можно подавать, мне кажется. Я согласен. На любовницу. И на нее даже, да. Вот. Так. Так, 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 так. Прикольно. Мне понравилось про Swift Playground. Если вы вдруг пишете на Swift приложение для iPad, iPhone. Сейчас, подожди секунду. Так вот про любовницу-то шутить. Да, я тут. У меня просто суши пришли, и очень долго, чувак, они пробивались, они. Так вот. Я вообще сегодня не хавал, еще только йогурт в 7 утра. О-о-о-о-о-о. Ужас. Да. Так вот, на Swift, если вы пишете, если вы пишете на Swift, то это замечательная штука. Теперь на iPad. Вы пишете прямо на Swift на iPad. И прямо отсюда билдите на iPad свою прилку, и она прямо запускается здесь. И вы прямо можете отсюда ее посмотреть. И более того, вы отсюда ее можете запушить прямо в App Store. Замечательно. Для программистов на Swift, мне кажется, идеально. Уже можно вообще не носить с собой MacBook. Опять же, просто iPad взял с собой и погнал. Кроме этого, заметочки. Заметочки, о которых ты тоже скажешь. Быстрые заметки, которые теперь добавлены в iPad. Это прям маленькая такая штучка выезжает. И ты можешь на iPad не только напечатать, но и быстренько Apple Pencil'ом хоп так, что-нибудь написал там. Кто-нибудь лох. И все. И убрал. Вася, например. Вася у меня сейчас передумывается. Вот. Еще что-то. Ну, различные улучшения, опять же, заметок. Они с заметками сильно работают. Там же скоро Word будет, если честно, в этих заметках. FaceTime, как я и сказал, тоже много всего. Вместе смотреть кинчики можно по FaceTime. По iPad, я думаю, это удобнее все-таки делать, чем на телефоне, согласись. То есть, вообще, в этом плане iPad начинает уже обгонять. Я бы сказал, на шаг впереди идти с некоторыми возможностями iOS, iPad OS от iOS. То есть, реально, на больших экранах все-таки можно много чего сделать. Можно реально многозадачно сидеть. Слева у тебя сплит-скрином Swift открыт, ты пишешь. Справа тебе звонят там по FaceTime, ты в этот момент еще смотришь кино, аниме с Костиком. Короче, блин, можно вообще до свидоса что делать. Safari, как ты сказал. Захотелось, согласитесь, захотелось. Safari, как ты сказал, переработанное. Сообщения, фотки, карты. Ну, все то же самое, по сути. Все это все так же добавляется, как и в iOS тоже сбилдили. Ну вот. В принципе, так. iPad OS так. Давай пойдем дальше, наверное. Почему-то хотел сказать, что в ноутсах еще сделали более лучшую синхронизацию именно шарит ноутсов. У меня вот с Алиной есть расшаренные заметки. Вот. И тут прям, я не знаю, насколько оно будет как в фигме в прямом эфире. Типа она выделила какую-то строчку, у меня сразу выделилась. Но как минимум activity есть. Типа кто в какое время что добавил, убавил там и так далее. И это прикольно. То есть можно будет... Это знаешь, как вот Саня Бушуев говорит, типа я открыл заметку и говорит, ты мне 16 штук должен. Я такой, блин, ты что, серьезно? Ну мы потом вспомнили, за что это, и как бы я сказал, что я их отдавал. Но тут мое слово против его слова. И могли бы хотя бы вспомнить, в какой день это было, чтобы уже как-то там в телеграм в этот день прийти, увидеть там может быть что-то и так далее. А сейчас нету списка изменений в ноутсах. А поскольку у него андроид, оно и не предвидится. А вот тут уже вещь есть. Можно понять, кто там, что, как и так далее. И была бы у нас с ним расшаренная заметка, сколько я ему должен. И было бы видно, кто скрутил долг и когда, и на основании чего. Это прикольно, я считаю. Поэтому хочется, чтобы iPad лежал. Кстати, давай. Что там за Макоэс новая просто? Там еще такое название интересное. Монтеррей. Я не знаю, что такое Монтеррей. Я знаю Панторей у нас был такой. У нас такой ночной клуб был в Челябинске. Я знаю Монтенегро, Черногория по-ихнему. Ну, короче, это, видимо, то какое-то что-то в Калифорнии, какое-то местоположение. Короче, первым делом, первым делом, это, опять же, FaceTime и SharePlay. И на ноутбуке это прям можно вообще параллельно все делать. Ты сидишь прям за столом, у тебя групповой колл. Во-первых, можно рабочие коллы в FaceTime переводить. И вместе смотреть на Apple TV Plus эпизоды. Включить перед этим в фокусе режим работы, естественно. Чтобы никто не мешал, так сказать, смотреть. Вот. То же самое блок Shared with you в месседжах. Приложение Shortcuts добавили для Мэка. Если помнишь, его добавили, по-моему, в 14 или в 13. А осеньки, ну, оно прям появилось, сразу установлено. Я так до сих пор его и не понял. То есть, там можно какие-то делать, если мне пришло сообщение, сразу добавлять там его в заметки. То есть, всякие хуки программировать между апками связь. Ой, это, конечно, для каких-то умных. Мне кажется, это надо высшее образование получать по этому приложению, чтобы понимать вообще, как им пользоваться. Ну, вот в macOS теперь его сделали. И в macOS всегда был аутоматор, где на Apple скрипте надо было писать, ну, тоже можно было писать всякое такое. Причем, ну, аутоматор, он такой, низкоуровень. То есть, можно прямо, типа, запусти Shell скрипт такой-то, после этого там что-нибудь установи, удали там и так далее. А вот это, это именно для тех приложений, которые его поддерживают. То есть, ну, для гуевых всяких штук. И он более простой, но все равно недостаточно простой, на самом деле, чтобы я понял. Поэтому напишите в комментариях, кто пользуется шорткатцами для iOS и будет пользоваться для macOS. И для какие вообще юзкейсы. Потому что для меня это пока какая-то странная штука. Табы в Safari. Офигенно, что они работают над... Офигенно. Офигенно, что они банны. Да, над тем, что они работают в Safari над вообще экспириенсом, потому что это топ. Если бы у меня все еще был MacBook, я бы продолжил только Safari пользоваться. Очень люблю этот браузер, он классный. Поэтому ждем. Ждем, когда они на M.2 выпустят ноутбуки, и тогда я куплю. Карты. Карты. Все, как ты сказал. Супер 3D, супер классно. Кстати, про Apple карты. Недавно ездил в области у нас на Уильды, и я тебе скажу, дубль ГИС обосрался с подливой. Он меня вел по дорогам, которых нет, из-за этого мы плутали, тратили время и вообще. А Apple карты нормально, там все правильные карты. Как так, непонятно. Почему я воспользовался Apple картами? Потому что там, где я был, ни хрена не ловил, а Яндекс карты я поставить не мог. Apple карты уже пыли, и они меня вывели куда надо. Не в 3D режиме, конечно, но тем не менее там хотя бы дороги актуальные были. Нифига себе. Хотя спасли, получается, Apple карты. Ну, понятно, что я мог там выйти и начать у бабок, которые продают грибы, спрашивать, что. Купил бы грибов. А бабки такие под грибами достают телефон, у них там Apple карты, они такие, ты сынок, ты что ебдаешься? Да, 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 да. Вот типа того. Golden Gate Bridge видел где? Ну, короче говоря, правда, где я застрял, там и бабок никаких не было. Там реально какие-то насыпи, какое-то просто ужасное. Это прям плохо было. И я разочаровался в Дубльгисе именно в областном, так сказать. Как-то это странно. Он вообще обычно классный, но тут прям совсем не классный. Блин, я как-то ехал быстро с этой истории. Как-то ехал с Екатеринбурга, вот как от Икеи выезжать в Челябинск, и по какой-то срезательной дороге заехал в какую-то деревню. Короче, не вот по... Там же типа М5 или что там. И я вместо нее заехал в какую-то деревню сраную. Типа там Срезбл мне показывал. Тоже какое-то приложение типа Apple карты. Я, короче, прикинь, ехал-ехал, едешь, уже очень плохая дорога, доезжаешь и упираешься. Вот самое, в что ты уперся, я уперся в церковь. Короче, я в какую-то просто реально церковь в этом селе уперся. И от этой церкви я практически перекрестился и поехал по другой дороге, и она меня вывела к М5, и я поехал уже нормально. Я такой, нихрена. То есть мне нужно было всего лишь до церкви доехать. Очень символично. Ну, слушай, действительно, прям красивая история. Короче, возвращаемся к... Ты нигде не сказал про Universal Control, а меж тем, это, короче, штука, которая будет синхронизировать... В смысле, скажу. Будет еще одна темка про него или что? Нет, ты скажешь. А, просто сказал, скажу. Нет, я говорю, скажи. А, понял, ладно. Это штука, которая позволяет одну и ту же клавиатуру со всеми девайсами юзать. И мышку. И одновременно, грубо говоря. В смысле, я могу, типа... У тебя стоит клавиатура, да, и Magic Mouse. И ты практически курсор уводишь вбок, и он у тебя на iPad появляется. А на iPhone появится? Не знаю насчет iPhone, но здесь про iPad говорится. iPad в скобках or another Mac. Все, я тебя понял. Но в iOS я тоже видел у тебя пункт Universal Control. Именно у тебя. Сейчас посмотрю, секунду. По-моему, я только в iPad, кстати, видел этот пункт. Да, да, только в iPad. Ну, насрать. Вот можно, короче, iPad ставить здесь, и уже не покупать к нему дополнительную Magic клавиатуру чехола, этот iPad за 10 косарей или за 12, а просто у тебя уже есть Apple клавиатура блютусная, и Apple мышка. И у тебя iPad реально как полноценный второй экран становится. Причем, в отличие от iMac, это 120-герцовый. Это классно. Кстати, интересно, всякие левые девайсы работают. Если я, допустим, планшет подключил, вот я планшет, допустим, подключил к MacBook, могу ли я этим планшетом перелететь на iPad и начать там рисовать? Ну, не на iPad на самом, но на планшете как бы и будет рисовать на iPad. По идее, должно, но это просто не так удобно, потому что рисовать на самом iPad, конечно, удобнее, чем на планшете, на котором вы посмотрите на iPad. Да, да. То есть это непонятно. Ну, трекпад, который именно вместо Magic Mouse и Magic трекпад, он работает. Ну и, в общем-то, тут написано именно Multiple Apple Devices. Это их Apple-only фича. Не то, что ты можешь свою окликовскую клавиатуру и USB-шную с Mac на iPad перекинуть. Нет, так не получится. AirPlay. Можно AirPlay-ить в Mac теперь. То есть сейчас я вот могу AirPlay-ить в Apple TV, ну или там вот батин телек Соневский тоже поддерживает AirPlay. Просто с YouTube, с iPhone-ного хоп и сразу кинул на телек. Теперь можно также на Mac кидать. Ну, потому что почему бы и нет? Это круто. Раньше для этого целые приложения были, причем платные. Которые позволяли на Mac... Которые просто разворачивали входящий AirPlay на Mac, грубо говоря. Потому что так-то там был исходящий. Можно было с Mac на Apple TV отправить. А тут вот входящий. И теперь это есть встроенная штука. Это круто. Фокус мы уже обсудили. Live-текст, кстати. По-моему, на iPadOS и iOS тоже есть. Фотки. Ты фоткаешь вывеску, и у тебя приложение Photos с вывески текст ловит именно в текстовом формате. Кстати, приложение Яндекс так может, опять же. Но вот теперь в Photos, в дефолтные, добавили это. Причем добавили даже растение. Ты сфоткал растение, и он тебе сразу показывает. Это вид такой-то там то-то, то-то. Ни хрена себе. Не знаю, сколько точно работает. US OnlyBody? Нет, нет. Два года назад, опять же, это уже было в Яндексе. Мне на Алинином дне рождения один чувак показывал. Мы как раз в Оранжерее его праздновали. И я такой, интересно, что это такое? Он говорит, открываешь Яндекс, фоткаешь, именно поиск по фото, и он тебе находит, показывает, что это за вид. И там достаточно точно это было. Так что вот Apple через два года сделали подобное. Ну и то же самое с Translate. Он был раньше только в Safari, а теперь везде. В том числе из лайв-текста. Ты можешь вывеску сфоткать, он тебе показывает в тексте, ты же можешь перевести, и он тебе переводит. То есть теперь сложно будет потеряться где-нибудь в Panteray. Panteray это же в Италии, наверное, оригинально. Да нет, я думаю, все-таки в Челябинске, я сейчас не знаю. Пусть будет в Италии. Цыкнул я громко. Короче, все, macOS классно, здорово. Чем примечательны новые осеньки, это поддержка устройств на самом деле. Если мы говорим про iOS, то мало того, что поддерживается оригинальный SE 2016 года, поддерживается еще и 6S. Ну правда, у них один и тот же Proce, OSE и 6S. Ну ты просто вдумайся, это уже супер архаичное говно, все еще поддерживается. То есть с 2016 года, 5 лет, 5-летний цикл устройств. Это неплохо, как считаешь? Это достойно. iPad mini 4-го поколения, iPad Air 2, вот у меня все еще такое есть у мамы. Или у нее обычный Air. Ну, насрать, ну короче, реально супер олдскульные всякие штуки поддерживаются, и это прикольно. Я помню, Илюха Увара все время злился, что типа они специально делают так, что ничего не поддерживается, старые там ноутбуки, говно, плохо. Но вот нет, пока поддерживаются. Даже на мой MacBook Pro 2014 года, который я продал, можно все еще Monterrey натянуть. Ну да, там уже будет такс, натяжечки. Нельзя. Подожди, можно. Можно, если Big Sur поставить, с Big Sur обновить на... Да, да, да. Я просто вижу, что MacBook Pro late 2013 и позже. Сначала Big Sur, а потом уже Monterrey. Ну прикольно, прикольно. Я помню, Big Sur там тоже только через Каталину где-то можно было накатить, но это не на нем. Переходим дальше. WatchOS. Тоже интересная штука. Мне понравилось несколько фич. Первое, во-первых, фокус. Я говорю, просто, ну, это смешно, что мы ржем, но реально фокус именно слиповый круто работает на часах. Лучше, чем просто 2-нот-десядовый. И мне интересно, вот как еще можно будет кастомнуть, и как именно на часах это будет кастомиться. Можно ли будет какую-нибудь иконку на часах показывать, типа, я работаю. Ну, короче, интересно. Вряд ли, конечно, но интересно. Кошелек. Так же, как на iOS, будет поддерживать некоторые драйверс-лайсенсы, некоторые пропуска там в отели, во всякие там платные дороги. Ну, короче, кто заинтегрируется? Да не только iOS-only. Я больше чем уверен, что где-то... У нас много же кто в Apple Wallet полез из современных российских магазинов. Например, Пятерочка. У них очень хорошая интеграция с Apple Wallet. Выручай карты. Поэтому кто заинтегрируется, тот и классный. Если какие-нибудь у нас отели тоже будут, то почему бы и нет. Mindfulness. Это расширили, короче, дыхание. Сейчас есть приложение дыхания. Тут они его сделали, приложение... Что такое mindfulness? Осознанность. Тут уже будет не только подышите, а именно там подумайте о хорошем, подумайте там о... Короче, помогает в медитации. Типа. Будет два режима. Не просто дыхание, а дыхание и рефлект. Отражение. Не знаю, как перевести по-русски будет нормально. Но, в общем, в медитациях будет помогать. Сейчас, подожди. Еще одну секундочку. Еще одну секундочку. И сейчас пойду. Так, я остановился на медитации. Все классно. Следующий новый цифроблат фотки. Он именно автоматически просто берет из папки селфи. Ну, знаешь, есть вот этот альбом, который просто все, что ты на передуху фоткаешь, типа это селфи. Вот он просто все селфики тебя гоняет и все. Я надеюсь, будут еще какие-то цифроблаты. Это только вот в бете. Кстати, на часы тоже бета охота теперь поставить, помедитировать. Блин, сам себе продал. Приложение дом. Это практически US only. Я против умных домов, поэтому мне насрать. Спасибо большое. Часть, господи, сообщение email. Теперь, а что здесь вообще? А, новый экран. Вот тот, который сейчас есть, типа там, ответить, напечатать. И вот эти мои любимые дефолтные подожди минуточку, не могу сейчас говорить и так далее. Вот оно переработано. Этот экран немного другой. И это будет три, ну, как бы, можно и печатать, и говорить, и выбирать им от Z на одном экране все практически. Так что, да. Так, Apple Music можно шарить через... Вообще, они написали, что они переработали все приложение Music. Потому что можно теперь шарить песни, альбомы, плейлисты с помощью messages и mail. Надеюсь, что Telegram тоже там будет, а не как-нибудь там заинтегрируются. И надеюсь, что это не единственное, чем они редизайн или приложение Apple Music. Потому что моя главная претензия приложения Apple Music на часах, так что я не могу посмотреть обложку альбома сразу во время... Типа, вы слушаете сейчас, и была бы просто кнопочка «Покажите мне обложку этого альбома». Ее там нет. Можно только нажать «Перейти в альбом». Он откроет еще там какой-то поп-ап Apple Music, в котором, да, будет альбом. И то это только в седьмой OCS добавили. Но это долго. Я хочу просто видеть кавер-картинку альбома. Это так просто. Но, видимо, непросто. Приложение «Сон» добавили, короче, сколько дыханий в минуту, пока ты спишь. Опять же, надеюсь, что-то еще. Но пока вот это. В приложении «Тренировка» добавили новые две тренировки. Первое – «Пилатес» или «Пилатес». Второе – «Тайчи». Там, на самом деле, и так уже чего только нет. Типа там танцы, там цигун, я не знаю. Есть еще классическая тренировка «Другое». Мне надо было набить стату по тренировкам. Когда укачивал ребенка, я выбирал «Другое» и пробивал это как тренировку. Потому что, по факту, это и есть, мать ее, тренировка. Но просто в пунктах укачивания ребенка почему-то нет. Поэтому я как «Другое» делал. Так, «FindMy» понятно стало поддерживать. «AirTags» и всякое такое. Потом, наконец-то, «Multiple Timers». Можно два таймера завести теперь. Вообще инновации. Вот это я понимаю. Вот это да, да. Кстати, хотелось всегда. А вот именно. У меня дважды была такая, что я такой, и что? И я такой, ну ладно, окей, на телефоне сделаю. Weather. Новая погода. Тоже там все эти... Вот я штуку «Precipitation». Но я очень хочу, чтобы влажность, наконец-то, показывала уже. Потому что, ну, это иногда важно. Я просто... Когда у нас... Я когда планирую, как мне одеться в 30 или в 37, еще бы неплохо знать, влажно будет или не влажно. Ну, когда реально майку надеть, а когда футболку. Поэтому жду, что будет влажность не только в Yahoo Weather, но еще и в дефолтном Weather. Все, конец истории. Супер, супер. Ну, для WatchOS тоже что-то делают, и причем прикольные всякие фичи. Причем прикольные делают. Надеюсь, будет больше циферблатов. Потому что мажорная версия, а я один циферблат, Apple, вы серьезно? Это мало. Блин, я следующую темку тебе дал в видео. Это жестко. Можно вообще ее дропнуть нахрен. Я не хотел заставлять тебя видео смотреть, если честно. Я думал, там будет просто список. А, там в комментах список. Там в комментах есть список. Да, я даже не знаю, что выделить. Но давай. Следующая темка. Это типа 20... Просто две любимых. Скажи и все, и насрать. Да, это 20 штук, которые Apple пофиксили в новых прошивках, которые типа всех бесили. Угу. Вот. Из этих 20, из этих 20... Так, ну что? Даже не знаю. Что бы такое выбрать-то мне? Ну, естественно, HomePod mini default Apple TV speaker. Нет. Слушай, прям бальзам на душу. Так. А что? То есть это было... Почему вот Erase all content and settings? Это было не работало разве или что? Видимо, видео придется смотреть. Не знаю. Видимо, не так работало. Всех иноило. Я просто так стирал. Я просто включал видео. И я тоже стирал, и все работало. Все удаляло. Там теперь можно как-то, видимо, удалять. Ну, короче, иноило всех. Ну, я подскажу тебе. Мне вот, например, нравится то, что... Этот... Блин, только что выбрал, что мне нравится, и пропало. А, Use Face ID и Touch ID с Apple TV. Можно теперь... А, ну, тогда мне HomePod mini default Apple TV. Ну, все. Переходим дальше. И, короче, это реально бомба. YouTube поддерживает функцию картинка-картинки в iOS. О! То есть то, ради чего много кто купил YouTube Premium, это чтобы можно было фоново YouTube смотреть, сворачивая. Угу. Вот. Но причем смотреть, не смотреть, а слушать в данный момент. Вот теперь можно будет фоново смотреть, причем уже всем, без премиума. Но для тех, у кого премиум, все равно раньше выкатят. Суки. Все, конец. Я жду. Очень сильно жду. Хорошо. Я иногда, подожди, до чего доходил. Брал YouTube видео, которое хотел фоном смотреть, кидал его в телеге к себе в избранное, из телеги его открывал в поп-апе, и дальше сидел в телеге, там, с вами чатился, но видео уже здесь было. Мучиться приходилось. А так сейчас это будет просто. Ты YouTube сворачиваешь, а у тебя оно в поп-апе остается здесь поверху, и это круто. Ну да. Да. Отлично. Отлично. Мне очень нравится про YouTube, на самом деле, потому что, например, у приложения Twitch такое есть. То есть, да, да, зато Twitch, по-моему, отменили встраивание в телеге. Теперь в телеге, если ты Twitch открываешь, в телеге нету картинки, в картинке. Видимо, потому что они сделали у себя это в прили. И они такие, ну-ка, ну-ка, нет, идите к нам в прили, там откройте, и уже сидите в телеге. Видимо, да. Видимо, да. Но я пробовал, прикольно, получается, и удобно даже местами, даже на телефоне удобно. Согласен. Хорошо, давай перейдем к главной теме, которая не касается Apple. Это тема о том, что мы вам рекомендуем хостинг. Самый замечательный хостинг, который называется SmartApe. Заходите по ссылке ubizn.ru slash SmartApe, которая есть в описании, и регистрируйтесь по нашей реферальной ссылке. Переходите, пробуйте хостинг. Я уверен, что вы не пожалеете, тем более, что это очень доступно, как мы всегда говорим. И если у вас есть что накатить на WPS-ку, то welcome, так скажем, to SmartApe ubizn.ru slash SmartApe. Вообще, это до сих пор очень доступно. Уже скоро хлеб будет дороже, чем хостинг здесь. Цены реально, какие-то докризисные цены. Цены 2007 года просто. Причем, да, несколько кризисные уже. Да, да, до кризиса 2008 года. Потому что реально очень круто. Может быть, даже до кризиса 1998 года. Еще в тысячах просто. Миллион стоит просто хостинг. Поэтому обязательно переходите по нашей реферальной ссылке. Если хотите нам помочь, это один из классических классных способов это сделать. Идем далее. Давай, что там M1 нам представляет? Короче, как вы знаете, сейчас есть две линейки компьютеров от Apple на Intel и на M1. Вот некоторые фичи новой монтерейской macOS не будут доступны на интеловских девайсах. Забегая вперед, скажу, это из-за того, что есть Neural Engine в M1. И его нету в интелах. Соответственно, все умные фичи не работают. И те пользователи, у которых все еще Intel устройство, сосут болт. Например, в FaceTime не работает размытие бэкграунда. Во-вторых, фото с приложения не узнает текст по фоткам. То, о чем мы говорили. Это только на M1 работает. Сорян. Так. Интерактивный 3D-глобус в приложении Земля насрать. Более детализированы карты Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Лондона. Ну, наконец-то. Ну, что наконец-то? Не будет в интелах. Будет только на M1. Ну, будем брать, значит, M1. Ну, как бы, а как? Я согласен. Это киллер фича для меня тоже. Я почему M2 жду? Вдруг там еще, кроме Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Лондона, Москву хотя бы добавят. Придется брать. Вот. Это шутка вспышка. Ой, господи, шутка. Новость вспышка была. Переходим дальше. Прикольно. А вообще, M1. То есть, есть ли смысл сейчас покупать с M1? Вот только ради этого? А другой-то будет работать? В целом же все быстрее работает. И заряд дольше держит, и греется меньше. Конечно, работает. А доп давно все сделал. Ну, смотри мне. Да даже докер уже сделали. То есть, в принципе, это уже плюс-минус полностью работоспособное говно. Уже M2 выходит. Ты что думаешь, M1 все еще не поддержит? Они тем более... Ну-ка, вспышка. Сколько они сейчас стоят? Я недавно кому-то сказал, что 110 тысяч стоит Air на M1. Сейчас посмотрим, насколько я соврал. Россия. Мак. Макбук Air. Купить. 100 тысяч. Я на 10 тысяч... Почти. То есть, я даже ошибся. 100 тысяч. Вы понимаете вообще? За 100 тысяч у вас топовый M1 на Air. Ну да. 256 гигов. Это ноль просто. Учитывая, что Air от Pro сейчас отличается одним графическим ядром. То есть, на Pro-шке 8-ядерный графический опрос, а здесь 7-ядерный. Это, по-моему, просто смешно обсуждать. Конечно. Надо брать просто. Что обсуждать-то? Мы ждем, конечно, новых Pro-шек на M2 без сраного тач-бара. Без поддержки всего. Снова. Да. Ну, это 30 тысяч. И это единственная разница, которая есть у Air и Pro. 30 тысяч. И он еще и толще. Ну, как-то, по-моему, это... Apple просто специально как будто бы это сделали, чтобы не продавать Air. Ну-ка, я просто сейчас смотрю по оперативке, может быть, по каким-то другим. Нет, все вообще-все одинаково. Ну, тач-бар еще у Pro есть. Это киллер-фичи, конечно. Лол. Все, конец. Давай дальше. Вспышку. Вспышка, например, iPhone 12 Mini Cal, написано у нас в заметках. Потому что так и есть, что я могу поделать. iPhone 12 Mini действительно плохо продавался и снялся с производства даже раньше, чем задумывали Apple. Считывая, что он сам снялся с производства. Он такой, что снимается с производства. Реально. На самом деле, по факту, по факту, мне нравился форм-фактор Apple iPhone Mini 12. Но я понимаю, что сейчас в современном мире уже таких любителей маленьких телефонов остается все меньше и меньше. Все меньше и меньше людей, которые вот ноют по поводу того, что им нравился вот этот iPhone SE, iPhone 6, iPhone 4S. Вот этих всех людей становится меньше. Они просто умерли. Вот, потому что они уже старенькие. Поэтому остались только современные зумеры, которым нужны большие телефоны. Большие телефоны. И, соответственно, iPhone 12 Mini обосрался. Обосрался сделал. Как ты считаешь, вообще стоит ли, Саня, смотреть вообще хоть когда-то? Смотреть, я имею в виду, как производителем. На маленькие телефоны. Или все. Или уже маленькие телефоны не нужны. Или кому-то нужны. Смотреть точно надо. Просто реально все будут брать SE. Берут SE 2020. Он почти в два раза дешевле, чем 12 Mini. Он тоже маленький. В нем проц от 11. Да, там одна камера, а не две. Да, у него LCD-экран, а не OLED. Но люди, которым нужен маленький телефон, он им нужен, как правило, как дешевый телефон. А покупать маленький телефон, но типа с хорошими камерами и так далее, вот на это не нужно смотреть. Надо смотреть на маленький телефон, как на бюджетный телефон в первую очередь. И вот, собственно, так они и делают. Потому что SE 2020, он просто топ-топа по продажам, насколько я помню. Да, SE, кстати, они, естественно, будут продолжать выпускать. То есть тут даже речи нет ни о чем. Но вот iPhone 12 Mini сворачивается. Да, тут даже пишут, что 13 Mini как бы будет, но вот 14 Mini уже нет. Вот, мне интересно, люди, которые приобретают себе 12 Mini, как они? Они, мне кажется, себя эксклюзивно чувствуют достаточно. Теперь да. Напишите в комментариях, если вы эксклюзивы. Эксклюзивные. Хорошо, что там про МакПуки? Что про МакПуки? Когда ждать М2? Если коротко, пес его ведает. Ну, то есть, здесь вся статья, она о том, что, типа, вот такой аналитик думает во второй половине 21 века, а такой в первой четверти 22 века. А может быть сначала будет 14-дюймовый, а потом 16-дюймовый и вот так далее и тому подобное. Если мы говорим про Минчикуо как самого главного, так сказать, сливателя, то он говорит о том, что вторая половина 21-го. И, собственно, currently seems to be the best prediction. Кажется, что более лучшее предсказание, более лучший девайс. Я думаю, что это Тим Кук, Минчикуо, мы же за тобой знаем. Это его аккаунт. Это его альтер-эго. Да. Все, ждем. Ждем вторую половину 21 века. Хотя здесь просто еще пишут в конце. Слушай, хочется сначала автомобиль, а потом буду брать. Ты еще смешно сказал, что вторая половина 21 века. Ну, нормально, в принципе, да. Не соврал. И через 50. Уже компании Apple-то не будет, наверное. Либо это будет уже одна компания по Сити Севентин. Будет 20-километровое здание по твоей статье сегодня утренней. Можете себе представить, что такое 20 километров? Она реально скоро луну уже заденет, если это будет 20-километровое здание. Ну, я щучу, конечно, но плоскоземельщики отсосут. Если подняться на 22 километра вверх, то, мне кажется, искривление земли уже будет видно. Поэтому тут как бы... Ну, я где-то слышу, что где-то с 21 километра его начинается видно. То есть с обычного самолета его не видно. Но уже если подниматься на ракете, то будет видно. Оттуда прям видно, как отсасывают плоскоземельщики. Возможно, они там прямо и отсасывают. Да, следующая новость про Apple Watch Series 7. Это новый Air. Нет, у меня еще про Air есть. А, да? Ну давай. Что будет суперновый Air. А, точно, Air. Ну давай. Опять же, Мин Чико говорит, что будет такая. И что будет, короче говоря, не 7 или 8 графических ядер, а 9 и 10. Ну, короче, будет не M2, а M1+, типа того, в них. И они тоже будут всех цветов, как iMac'и новые. Ну и, блин, здесь реально на картинке уже он тоньше просто, я не знаю, тоньше чего. Но там суть в том, что они даже смогли сделать клавиатуру, ну, как само корпус клавиш тоньше. Не как было говно вот это, а все еще какую-то хорошую. Там звездочка, ножницы, я уже запутался, как они их там называют. Короче, классный будет. И экран будет мини-LED. Не LCD, а мини-LED. Из этого тоже еще тоньше. Вот. Но вернут MagSafe, так же, как в прошках новых, магнитный. Короче, это тоже будет супер ультимейт Air. Прям тоненький, холодненький. Но вот про него нету отменчиков, когда, поэтому либо вторая половина 21 века, либо начало 22 уже, поэтому. Я сейчас специально века сказал. Все, дальше часы. Хорошо. Часы, седьмые. Седьмые часы. Во-первых, просто скажем, какие они будут. Они, во-первых, мне что нравится. Они края немножко. А, что? Края немножко сделают потоньше у них. Во-вторых, они сделают там другое стекло, другое там письло. Там вообще, короче, Apple Watch Series 7, я так понимаю, ну просто будут реально очень крутыми, скажем так. Естественно, там будет процессор, наверное, покруче и всякое такое. И я так и не понял, они тоже в 22 веке до нашей эры. Да, часы-то не каждый год выходят. Да, часы долго. То есть тут все четко. Да, 22 год. Ну, по крайней мере, тут написано, что типа до 22 выпустят или что-то такое. SE-шные часы тоже продолжают быть. И также они, ну, еще как бы, еще будут. То есть не новые, а просто... Не, обещают, что и новые тоже next year. Судя по репорту. Ну да, да, вот как бы получается, что мы продолжаем две линейки часов, дорогие, соответственно, и не очень, и очень дорогие. Вот да, это правильно. Именно так они их позиционируют. На самом деле, по поводу часов быстренько ходил с тобой. Ты-то профессиональный владелец часов. Теперь да. И реально же мало, мало почему-то там сферблатов. Скажи мне, почему так? Ну как, я бы не сказал, что сильно мало. И самое главное, я, честно говоря, и не знаю, какой бы я еще хотел, например. Ну, какой-то классики хочется, знаешь. Вроде есть классика. Ну да, она не такая, что прям с кевоморфизм. Да, с кевоморфных можно было бы добавить. Это правда. А ты сам можешь создавать что-то там или нет? Нет, вот это плохо. Нету никаких форматов, third-party циферблатов нет. Я вот уверен, сделай, а не это. А я не понимаю, почему не сделали. Уже бы просто, не знаю, может быть, там как-то забыдлено в коде. Мы всегда с тобой думаем, что если они что-то не сделали, значит, там так накостылено, что им просто стремно это показывать, рассказывать. И они ждут, когда они рефакторинг проведут, и тогда уже это сделают. Я уверен, это недалеко от истины, потому что, ну, камон. Если в этих, в Xiaomi браслетах, можно свою картиночку даже поставить на циферблат, понимаешь? А здесь только вот через хаки, что там есть этот циферблат фото, и он сейчас так работает, что нужно добавить в избранное, в альбом избранное, и он будет показывать из избранного. И ты можешь только одну добавить в альбом избранное, и у тебя будет одна фотка всегда. Но это именно Костыль Костылевич. То есть, блин, реально, то, что Стив Джоб всегда говорил, что Apple выигрывал только потому, что они сделали сразу SDK хороший для разработчиков, и все стали делать апки на телефон. Мне кажется, эти часы просто взлетят, если начнут делать кастомный экран. Но, видимо, есть какие-то нюансы. Но есть нюансы. Видимо, да. Но ждем, когда можно будет создавать самим. С другой стороны, это же лень самому создавать. Ну, можешь хоть генерировать. А ладно тебе, это тебе лень. А кто-то будет за деньги создавать классное, и все. Конечно, я с тобой абсолютно согласен. Я лишь не говорю о том, что самому из конструктора создавай какой-то гуевый конструктор. Не, вы дайте хотя бы профессионалам создавать, профессиональным разработчикам, и пусть они там выпускают пайки. Там два бесплатно, 15 платно, и так далее. А вы комиссии с этого берите. Apple. Я тоже не понимаю. Короче, это рынок, я считаю, который они пока что почему-то не... Ну, может быть, думают. Может быть, думают. Ждем. 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 iPad mini еще, продолжая нашу линейку хардварных девайсов. iPad mini, в котором о ужас, или наоборот, о радость, это вместо lightning, сраного, саново, будет USB Type-C. Ну, а радость просто потому, что в новых всех iPad'ах уже USB-C, то есть они просто consistency делают и все. Да, и ты знаешь, это вообще нормально, что Apple отказывается от всего этого? Вот как ты считаешь? Нормально, они сказали, что водонепроницаемость Type-C проще, чем Lightning. Интересно. Опять же, это же все, как правило, довольно банальное говно, потому что вкладывают в исследование водонепроницаемости USB-C больше компаний, и он из-за этого более лучше развивается, чем Lightning. Они просто решили не ссать уже против ветра, видимо, как-то так. Это, кстати, странно, потому что вот если ты посмотришь, как выглядит USB-C и как Lightning выглядит, мне кажется, Lightning выглядит более... Lightning он мама, а USB-C папа, там торчит именно писюлька USB-C, а в Lightning ничего не торчит, там именно сокет, слот. Мне кажется, если воды налить в USB-C, то как оно? Напишите в комментариях, Бараныч, может быть, нам напишет в комментариях, у него уже водонепроницаемый какой-нибудь новый USB-C. Да, сто процентов, но у него потому что-то Huawei какой-нибудь, Honor. Honor. Ну вот, там, естественно, я могу вам сказать, что там все остальные вещи, поддержка 5G, то есть не зря мы... А спутник ловят? И спутник V и всего остального, все это поддерживается в новых iPad-ах, разумеется, поэтому обязательно прививайтесь, и тогда iPad mini будет заряжаться от вас, вы от него, и Apple Pencil будет на вас работать прям. Вот. Конец 21 века, собственно, Apple Pencil. И да, то тонкие рамки. Блин, сто раз мысленно об этом шутил, но когда ты это вслух произнес, еще и неожиданно я заряжал. Тонкие рамки и грани, как в двенашках, то есть резкие, не скругленные. Пойдем к телевидению. Алина вот давно хотела iPad mini. Ну что ж, все хотели бы, чтобы лежал, просто чтобы лежал. Или ты хотел бы Pro? Я хотел бы Pro, она хотела бы mini. Посмотрим, mini будет ли 120-герцовый. Если будет, то придется в семью взять. Но уже после автомобиля и М2 ноутбука, то есть в 23 веке примерно. Ну, возьмем. Ну, автомобиль надо с Apple Car брать. Это, как мне сказали, все сейчас с CarPlay, поэтому да. Конечно. Далее Apple TV новый. Мы представили его и, соответственно, в апреле еще представили, не на DubDubDC. Но мы с тех пор и ничего про Apple не говорили. Новый пульт у него в первую очередь, если мы сравниваем с предыдущим Apple TV 4K. И, соответственно, я здесь сразу открою не вот ту новость, которая у меня открыта, просто что новый Apple TV 4K, а именно есть гайд старый Apple TV 4K против нового Apple TV 4K. Изменения. Первое – это пульт. Второе – это проц. Там был A10X, стал A12. Третье – это Wi-Fi. Был пятый, стал шестой. То есть более лучше стал ловить. В первом Apple TV 4K HDMI 2.0a, а тут будет 2.1. То есть будет поддерживать более лучшие частоты экрана и разрешения. И, соответственно, повторюсь, Apple пульт новый. Новый пульт, знаешь, чем классный? На старом пульте я сейчас тебе скину в телегу ссылку, которую я смотрю. Сейчас, сек. Я как бы пульта я вижу. Ну ты подожди, там надо, чтобы ты старый еще видел. Можешь хотя бы прямо из телеги вот просто вот эту картинку открыть, где VS versus. Ну-ну-ну. Можешь же предыдущую, которую я скинул. Ну, так и что? Вот видишь, там кнопочка с микрофоном. Ну вижу. Прям в центре. Бесит, да, свидос. Ее случайно нажимаешь, и он тебе все сворачивает и открывает именно ТВ-осовскую диктовку. Бесит, да, свидос. Здесь ее сделали сбоку незаметной. Видимо, всех бесил, в том числе Тима Кука. Вот видишь, которая справа механическая такая. Вижу, я вижу, я вижу. То есть она бесила. Если ты извращенец и хочешь... Она именно... Вот в кинобе она не ищет. Она ищет только в системных приложениях. Но это типа, считай, Spotlight. Я понимаю. Он ищет только в системных приложениях. И, соответственно, нахрен он всрался. Поэтому кинобе я ищу с помощью голосового, кстати говоря, этого. Но я нажимаю. Ну да, но там просто своя механическая, но не механическая, а софтварная. Жмешь. И, может быть, он поддерживает голос, который в этом пульте. Хотя, кстати, не факт. Я не пробовал. У Бадди на пульте точно поддерживает. Потому что там Android на телеке. Но в Apple TV я не пробовал. Да ей наплевать. Ну, у меня реально всплывает сразу говно. Типа, введи на телефоне. Я беру телефон. Я на телефоне, на клавиатуре нормально печатаю, чем не надо. И все. То есть тут и так вышли из положения. Поэтому, в принципе, если что, можно просто пульт докупить, новый и все. Если вам не сильно принципиально. Но если у вас никакого нет Apple TV, конечно, лучше взять сразу новый. Мне интересно. Все-таки люди там, насколько берут-то вообще вот ее? Тоже интересно. Ну да, в новом пульте еще нет вот этого тачскрина, который был. Потому что там вот, если ты старый посмотришь, над кнопками меню и кнопками телек, вот эта вот серая матовая поверхность, это типа тачскрин. По нему вводишь и да. Я понимаю, да. Он использовался как этот, как джойстик в том числе, как геймпад. Я не знаю, второй, нету никаких уведомлений, что он будет как геймпад использовать. То есть, да, тут ты потеряешь в этом. В том, что ты его не можешь крутить как... Хотя, мне кажется, гироскоп там тоже должен быть. И рулить ты им все равно сможешь. Ну, короче говоря, второй пульт, он более механический, как старый пульт. Старый Apple TV-шный пульт, если нагуглить, он примерно так же выглядит, как самый новый. И то, что здесь нету сраной кнопки микрофон, это все, это топ-топа. То, что есть кнопка назад, не кнопка меню сразу, опять же, свернуть все нахрен и выйти, а кнопка просто назад, это офигенно. И то, что есть кнопка выключить звук, это офигенно. Короче, новый пульт именно по... Ну, когда ты на него не смотришь, а не глядя жмешь всякое дерьмо, он офигенен. Поэтому хочется иногда прям новый пульт себе только купить и все. Классно. Кстати, сколько он, интересно, стоит, чисто пульт? 59 баксов. Ну, так это что, это три гамблера? Ну, тут чуваки пишут, блин, продайте на БУ просто свой старый Apple TV 4K и купите новый, там добавить придется, там, вместо 60 долларов вы сотку потратите. Но у вас уже будет и новый пульт, и новый Apple TV. Ну, слушай, шарят, шарят. Шарят? Надо так и сделать, видимо. Потом, после автомобиля, MacBook, iPad mini, уже да. Дальше Switch и подобное говно. Да, еще Apple смотрит в сторону консолей. Я не побоюсь этого слова. И они, видимо, планируют сделать что-то форм-фактором, как Nintendo Switch. Особенно, видишь, теперь у меня сложился пазл. Они убрали геймпадную функцию у пультика Apple TV, потому что, видимо, будет свечи бандонная. Я тоже про это подумал, на самом деле. Причем, вы думаете, ну, что там они выпустят? Играть вот в эти вот Apple Arcade игры, которые сейчас есть, в них можно на телефон. И, кстати, обновляют. Я тебе, извини, перебиваю. Выходит новое говно для Apple Arcade игр, даже для старых. Вау, а что там их обновляют? Новые левелы. А, ну ладно, это хорошо. Но, вы подумайте, ну что-то, зачем в это играть на каком-то там дополнительном девайсе? Да еще и от Apple, которая будет стоить, наверное, полтос минимум. Вот. Скорее всего, скорее всего, там будет не только такие обычные игры. Тут написано, что Ubisoft работает там практически над играми для вот этого девайса. Будут типа игры типа... Будут эксклюзивы? Эксклюзивы. Ассасин, Скрит, Фар Край, Уотч Докс. Все вот это дерьмо будет на неком Apple Свитче. Будет, знаешь, как это? Как GTA Vice City Stories, видимо. Какой-то спин-офф и эксклюзивный для такой штуки. Было бы круто. Ну это прикольно. Тем более, что Apple на самом деле теперь уже может, как я понял. Они же сейчас, напоминаю себе, сериалы снимают прям для Apple этого. И там уже сериалы дороже, чем, знаешь, у какими-нибудь HBO. Чем HBO? Да, там уже досвидос что делают. Потому что денег-то у них до хрена, и, соответственно, они могут себе позволить. Соответственно, они могут себе позволить и так же делать какие-то эксклюзивы для своей консоли, которую они выпустят. Не знаю, насколько это будет круть-не круть. Я думаю, это будет офигенно. У вас будет офигенно. Все окей. Вообще, здесь, кстати, в этой новости написано, что реально новый серий пульт в Apple TV 4K. В нем нет ни акселерометра, ни гироскопа. Рулить не получится. Складывается в пазл. Ну и да, складывается в пазл. Далее. В 2022 айфоне, который выйдет в 2022 году, будет Touch ID прямо под экраном. Соответственно, вы практически, я так понимаю, хоть куда можете нажимать. Я вот не понял, хоть куда или не хоть куда. Нет, там есть область. Типа там нижняя четверть экрана. Примерно так. Ну, хотя бы так. По крайней мере, давай так. В Самсунгах это сейчас, а в Самсунгах это уже есть. Оно реализовано именно так. То есть, есть определенная область. Ну, и здесь тоже на картинке, вот где нарисован палец, вот примерно туда и надо. Просто, что это будет не физическая кнопка, а ты прямо на сам экран это делаешь. Но все равно это будет в определенную область. Это тоже удобно, я считаю. Тем более, кнопка, вот эта раньше, на которую нажимать, она как бы имела много своих нюансов. Она еще как бы не всегда нормально реагировала, хотя, в принципе, достаточно круто было. Но, мне кажется, сейчас здесь вообще будет хай-тек. Вот. Мне больше до сих пор из масок сраных Touch ID больше нравится, чем Face ID. Да, Face ID немножко, даже кроме масок просто, у него есть небольшая задержечка. И он иногда протупливает. И как бы вот это вот дрожание у тебя в руке. И введите, пожалуйста, код. Короче, Face ID все еще, Face ID все еще. Не настолько литой, как взять просто рукой пальцем при нажатии. Да, ну менее просто совершенно и все. Потому что меньше ему годиков. Да. И, кстати, в конце написано, что Минчико предрекает, что новый SE будет в начале следующего года тоже. Все. Верим. Я верю ему. Ты веришь, нет? Я, естественно. Я уже денег поставил на эту новость. Еще Минчико знаешь, что предрекает? Что надо заходить на patreon.com slash webdesign. О, это самое его важное предсказание, да. Да. И он предсказывает, что там будет появляться скоро новый контент. В лице, например, прешоу, которое мы записали, достаточно интересно. Вот, и вообще, и вообще, как бы, как если не подписаться на patreon.com slash webdesign? Заходите по ссылке в описании, опять же, у нас. Она есть там вместе со Smart Tape. И подписывайтесь. Минчико рекомендует. Вообще, вот это самый интересный для нас способ поддержки. Несмотря на то, что Smart Tape нам без комиссии деньги выводит, а Patreon с большой комиссией. И я хотел на седьмом сезоне нам все-таки сделать бусти. Ну, вдруг кому-то будет удобнее. Или даже есть, короче, такая платформа, Sponsor. Точка рэп? Наверное, да. Ну, нет, Sponsor, он как раз для Украины работает, в отличие от Boosty. Вот. И там тоже меньше комиссии, чем у Patreon. Вот. Но, блин, мы, во-первых, не жадны. Это не для нас, это для вас. Вдруг кому-то где-то удобнее. Идем дальше. Да. Спасибо, кстати, всем, кто уже нас поддерживает. Вы, чуваки, топчик. Несмотря на то, что седьмой сезон затянулся. Точнее, его начало затянулось. Начало, да. Это у нас был такой небольшой отдых. Да, спасибо, кто поддерживает. Мы переходим в раздел музыка, который у нас есть. Раздел музыка в Apple. И темка про то, что, оказывается, теперь выйдут битсы. Битсы. Практически подобные AirPods. Короче, битсы, в которых убрали все лишние какие-то вот понты. И сделали просто, на самом деле, по сути, AirPods. Только там красного цвета, черного цвета. Если вы вдруг думали о AirPods другого просто цвета, то можно взять битсы, которые стоят, я так понимаю, тоже 150 долларов. То есть, это одинаковая, по-моему, цена вместе с AirPods. Я не смотрел, если честно, сколько стоят AirPods. Пусть будут одинаковые. Да, примерно плюс-минус одинаковые. Функции практически те же в битсах, в этих новых. Можно также все нажимать на кнопочку, поднимать трубку с помощью этого. Все та же. Шумово давление тоже есть, как и в AirPods. Поэтому, я не знаю, есть ли беспроводная зарядка. Я, честно говоря, что-то не смог вникнуть. Возможно, есть. Да слушай, если нет, то вообще на помойку сразу можно выкинуть. Потому что в AirPods Pro она есть. Да. Какой смысл ее не делать, я не знаю. Скорее всего, есть, да. И вообще, короче, в принципе, битсы обещаются... Я вижу, что здесь по отзывам, здесь чувак написал, который попробовал эти битсы, сказал, они круто звучат. Шуток, нету беспроводной зарядки. Я сейчас по вайрлесу сделал поиск статьи. Вот, вот. Но я говорю, чего-то нету все-таки, чего-то нету. Но это в основном для стильных, конечно. Как мы знаем, битс, это все-таки, чтобы с красными наушничками идти. Чтобы слушать, как бы, не только качественный рэп и хип-хоп, но еще и красиво его делать, понимаешь? В черном эквиваленте, в красном и в белом. Хочется узнать теперь. В AirPods'ах, даже в прошлых, нету поддержки Apple Music Lossless. Отсюда вопрос. Вдруг в битсах она будет? Я вот не могу, нету поиска по Lossless нет. Я сейчас буду быстро прям гуглить на глазах у нашей многомиллиардной аудитории. Битс тоже как бы хип-хат был в Lossless. Lossless. Аудио. Прямо есть такой запрос. Новые наушники от Apple появились в неживых фото. Ранее мы протестировали Lossless в Apple Music. Так. Да. В них будет поддержка Apple Music Lossless. Сейчас я еще раз убедюсь. Да. Но зато не будет поддержки беспроводной зарядки. Ну вот тут разделятся на два лагеря. Они могут поддерживать. Правда на минималках. Ну понятно, да. 48 кГц, 24 бита. Но это такие нормальные минималки. Revealed in Apple iPhone. Сейчас последнюю. Последнюю. Я тебе могу сказать, что у них даже, если честно, вот эта вот, как она правильно называется, док-станция, коробочка эта, даже она вообще не плоская. Она какая-то скругленная очень сильно. Ее было бы даже сложно, мне кажется, класть на станцию зарядки. Поэтому она в натуре не предназначена для беспроводной зарядки. Ну, короче, предварительно они еще... Подожди, новость-то старая, да? Новость от 10 июня. Они уже должны продаваться. Захожу на Apple.com. Так ты покупай сразу. Тут, короче, если честно, внутренности, я смотрю на внутренности вот этих Beats Studio Buds. Ага. И тут какой-то уже суперкомпьютер. Тут какие-то видосы, что внутри встроено. Там в маленьком-маленьком наушничке, там просто какой-то кошмар. Ищу, смотрю, читаю. Мне интересно, это все еще Beats by Dre или нет? Dre-то он вообще отказался или он получает за деньги? Да все, как батареи привязали уже и все. У него отжали все, и он сидит. Да, потому что уже про Dre даже слова нет. То есть звук на уровень выше. Блин, на самом Apple Comi, где их можно купить, кстати, за 13 990, это дешевле, чем AirPods Pro, если мне память не изменяет. 14 косарей, а AirPods Pro купить 25 косарей. Ну, это кардинально дешевле. На десятку. Ну, если еще бы поддерживал Apple Music Lossless, то, по-моему, выбор очевиден. Но непонятно. Еще прикольно, что разных цветов. Вот я считаю, что это... Да, красный, это прикольно. Ну, про Lossless, видишь, остаются вопросы, но мне кажется, если бы поддерживал, тут бы везде написано. Да, мне тоже кажется, что было бы, было бы, но нет. Ну, ладно, хорошо. Вот такая история про новые наушники. Ты вообще рассматриваешь покупку новых наушников для себя? Мне обычные AirPods и так устраивают. Ну, то есть, они меня устраивают прежде всего удобством. Больше мне ничего не надо. Я не ожидаю на ходу никакого качества. Я тебе больше скажу, мне даже Pro не нравится. Я у батюши брал, использовал пару месяцев. Мне абсолютно не нужно это шумоподавление. Мне как-то даже неприятно. Ну, ты, может быть, просто не привык, тебе, может быть, понравилось бы. Ну, два месяца я походил. Слушай, если я за два месяца не привык, я сомневаюсь. Ну, реально, я прям пробовал. И я ходил... Ну, хорошо, давай так. Где-то полтора месяца я себя насиловал, как насильник. А по оставшиеся полмесяца я ходил с режимом прозрачности, который, наоборот, пропускает звук. Именно прям микрофонами снимают снаружи и мне дают, чтобы я слышал там трамвай и так далее. Вот. И мне больше понравилось. Мне оно никак не отвлекало от музыки, но я хотя бы себя чувствовал в жизни. Поэтому я нет, я не рассматриваю. Ну, только если я эти не утоплю, там, где-нибудь что-нибудь с ними не сделаю. Ну, и то я вряд ли возьму Pro. Я просто новые возьму, обычные AirPods, и все. Да бицеби. Да кого? Ну, опять, там же шумоподавление. И говеный пластиковый кейс, который ваклась неудобно. Ладно. Ну, давай дальше. Что там еще по Apple Music? Apple Music. 17 мая еще был пресс-релиз, что Apple Music теперь с Lossless. Они уделали просто Spotify. На Spotify еще нет Lossless, а на Apple Music уже есть. И кроме Lossless есть Dolby Atmos. Dolby Atmos изначально был придуман для кинотеатров именно домашних, для кинчиков. Ну, и не только домашних, кстати. У крупных кинотеатров тоже есть все технологии. Там суть в том, что не только по бокам динамики, а еще сверху на потолке. И у тебя более иммерсив все. Ты как бы чувствуешь. Вот это все. И, соответственно, Dolby Atmos в музыке есть, можно прям загуглить, Dolby Atmos демо. Есть именно софтовая эмуляция разных треков. И, ну, чем лучше, опять же, у вас наушники, чем шире у них сцена. Вот в каких мы с тобой сидим, вообще кайфово звучит. В обычных AirPods разница слышна, но совсем мало. Соответственно, там просто шире сцены. И там, если саунд-продюсеры уже мастерили специально и сводили под Dolby Atmos, то они по панораме разводили прям красиво. И ты прям видишь, что у тебя барабанка вот тут. И там что-то выше, что-то ниже. Ну, круто звучит. Вот. Те треки, которые в Apple Music с пометочкой Dolby Atmos звучат чуть-чуть объемнее, чем нет. Но Dolby Atmos, хрен бы с ним. Вот Lossless, Lossless это реально прикольно. Я слышал разницу уже на десктопе. Опять же, в нормальных наушниках. Но хорошее качество, то есть 192 кГц, 24 бита, поддерживается только с USB-шными звуковухами. То есть, как наше M-Audio, например. И это прям круто звучит, это прикольно. Чем лучше, опять же, наушники, тем лучше слышение. Но сейчас, к сожалению, только всякие Билли Айлиши есть. Ну и последний альбом Годс Макт, например. Вот то, что я обычно слушаю, там нет. Они обещают к концу года добавить побольше, чтобы все-таки можно было уже перечиститься нормально. То есть скоро будет 75 миллионов Lossless песен. Ждем. Хорошо, хорошо. Ну и абсолютно... Следующие новости, они... Киша бы быстрее в Lossless играли. Вот да, хотя бы. Не говоря уже о гражданской обороне. Lossless device, support, это самая большая хрень. То, что даже AirPods и Max за 65 кс его не поддерживают. То есть, Apple-овские любые AirPods его не поддерживают. Это провал. Это да. HomePod тоже пока не поддерживают, но на HomePod накатят софтварно, чтобы будет поддерживать. А на AirPods даже софтварно никто не ждет, поэтому провал. Ну, наконец-то на HomePod'е, на мои любимые. Вот да. Ну, опять же, на HomePod'е это и прикольно будет звучать. Он же тоже объемный, там много твиттеров, и оно прям... Там должна быть слышна разница. Вот. Я еще не слышал Lossless в HomePod'ах. Ну, опять же, это в толчке в ванной слушать. Ну, да. Ну, даже в толчке в ванной интересно, когда побольше битрейт. Ну, и, соответственно, последняя новость, она о том, что no extra cost. Кайф в том, что за это даже доплачивать не надо, потому что есть всякие сервисы типа Tidal, я не знаю, ты в курсе или нет. Нет, не в курсе. Это тоже там всякие конкуренты Spotify. Вот. И у него был всегда киллер фича то, что есть Lossless. И он из-за этого, в принципе, дороже стоит. Стоил. Я не знаю, как сейчас они там скорректировали, не скорректировали. Угу. Вот. И, соответственно, здесь у них no cost. В этом была основная моя... Мой посыл. Ну, это все вот 17 мая еще. Старые, так сказать, новости. Вот. Поэтому как-то так мы с тобой прошлись. Apple Special наш подходит к концу. Да, Apple Special подходит. Мы как бы чуть-чуть откупорили седьмой сезон. Посмотрим, как пойдет. Вот. Опять же, кто соскучился, послушает. Кому нахрен Apple не нужен, тоже послушает. Ради того, что мы обойку сейчас будем обсуждать. Правильно? Да, будем. Давай. Хорошо. Что я вижу? Я вижу на обойке Тюрингию, Deutschland. Блин, ну ты сразу сломал. Паблишер он February 11, на следующий день после моего дня рождения. Запаблишер. Вот. Здесь мы видим, действительно, действительно, мы видим немецкий лес. Но он мог бы быть и немецким. Я бы сказал, это Канада, если вот ты бы меня спросил. Я тоже думал, что Канада. Да. У меня в офисе чуваки подумали, что вообще Россия. Что типа, а, это русский лес вывозят, китайцы. Сразу вот такие были комментарии. Причем Канада, и должна быть вместо канадского листа каннабисы как надо написано. Так вот, я тебе что могу сказать? Что здесь наш подкаст на данном изображении? Где бревна, дорога и лес. И какая-то будка. Я бы сказал, я бы сказал, наш подкаст это вон та березка. Вон та березка слева. Такая молоденькая. Она как бы седьмой сезон, ток начинает расти еще. Ее не скоро срубят. Я надеюсь, что ее вообще не срубят. Вот. То есть, она не нужна. Тут я вижу, на сруб пошли не эти, тут всякие сосны. Их не... Вот их... Ладно, их срубили. А березка, она будет дальше расти красиво, как в России. По-русски. И где-то в середине Тюринги, в Германии, будет расти русская березка, как наш подкаст. Ну, Коль, мне понравился твой подход. Мой, естественно, очевиден. Наш подкаст это трансформаторная будка. Так. Потому что вот я ровно по трансформаторной будке не был, не верил, что это Германия. Здесь только граффити не хватило до того, чтобы это обычная наша трансформаторная российская будка была. Поэтому, в общем и в целом, наш подкаст это ровно эта трансформаторная будка, потому что он настолько же отвратителен по сравнению с прекрасным видом, который здесь раскидывается. Да. Вот. И он настолько же отравляет эту природу. А, кстати, вырубка леса ее не отравляет нисколько. Но вот это наш подкаст. Он здесь стоит, гудит, погудивает. И без него, на самом деле, ничего бы и не было. Электричество сразу бы выключили, и кина бы не было. Поэтому наш подкаст, он важный, но такой. Пишите нам в комментариях, благодарите за этот выпуск, ставьте комментарии, колокольчик дергайте. Вообще, я не устану говорить, мы выпускаемся раз в жизнь вообще. Вам вот колокольчик это ничего не испортит. Не будет такого, что каждый вечер от нас лишние уведомления какие-то летят. Поставьте просто, чтобы нам стату поднять, и комментарии напишите. Это все сделает, чтобы у нас было не 1300 просмотров, а 1400 хотя бы. Это важно. Мы стремимся к этому показателю. Конечно. Ладно, всем пока. Никита, тебе тоже пока. Спасибо. Да. Всем пока. Увидимся когда-нибудь. Мы не загадываем, но хотим увидеться. Надеюсь, скоро. Да. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok